У Талантрика вышло новое видео, а это, как обычно, обзор на него, а также мы посмотрим, что же добавят в этом обновлении. В туалетах World of Defense, ребята, добавят более 10 юнитов. В общем, всем привет, ребята, вы на канале Мистер Бобрик, и сегодня я бы хотел вам реально про всё это рассказать, и помчали же про это всё говорить. И в первую очередь, да, ребята, вы не ослышались, более 10 юнитов, а если быть точнее, будут добавлены 12 новых юнитов, и это, как будет называться обновление, будет называться оно Clock Update, то есть Clock Обновление, то есть Часовое Обновление, и это означает то, что у нас будут новые юниты Часы Человеки, и это очень-очень круто, ребята. Сразу бы хотел вам сказать, что если вы хотите, чтобы обновление вышло как можно раньше, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, жмякай колокольчик и пиши свой комментарий, как ты думаешь, что ещё разработчикам следует добавить в этом обновлении. Также я тебе рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал, ведь там я делаю регулярные розыгрыши новости и много чего ещё. В общем, ссылочка в описании и закреплённом комментарии я тебя жду, надеюсь, ты реально придёшь. Но мне кажется, что тут выучили все пожелания игроков, в общем, ребята, погнали, я рассказываю. И первое, что будет добавлено, это Knife Upgrade Titan Speaker Man, он перед вашими глазами, это новый юнит из эпизода, который, вы помните, который, получается, кинжалом своим порвал бушку этому G-мену, кто, ребята, смотрел этот эпизод, тот, ребята, поймёт. И, в общем, они решили добавить этого юнита в игру. В принципе, ничего необычного, и мне кажется, что это будет редкость, ну, не год ли уж, это точно, ребята, но мифик или какой-нибудь там эксклюзивочка, это точно будет. Эксклюзивочка, мне кажется, 100% шанс, что это произойдёт. В общем, ребята, дальше это события с Клокменами. Ребята, как же у нас давно не было событий, у нас было события на Пасху, но, в принципе, так сказать, если почитать, то было оно и особо и недавно, то есть мы как бы не особо заждались с вами этого события, но, ребята, события с Клокменами будут добавлены, и вместе с ним будет добавлен как минимум пасс, ребята. И это 100% информация, я вам сейчас говорю. Баттл пасс будет иметь не 50 уровней, а целых 60. Я не знаю, почему они решили сделать на 10 уровней больше, но, возможно, это как-то повлияет на что-нибудь, на награды какие-нибудь и тому подобное. А также будут добавлены около 9 юнитов. Разработчики сами уже не помнят, сколько они добавили юнитов, поэтому Талантри сказал, что примерно 9, точно о них знает он. И, в общем, в этом событии будет 5 юнитов из кейса, потом 3 юнитов, которые будут доступны в пропуске, а дальше 2 юнита он решил оставить в секрете для того, чтобы их получать. Вам, ну, типа, не будет... Это будет новый способ получения юнита, то есть вы не сможете их просто так получить. То есть надо что-то делать еще дополнительно, чтобы получить этих юнитов. Ребята, сразу скажу то, что баттл пасс, а точнее, ну, это событие, они хотят полностью переработать, во-первых, сделать что-то новое, а, во-вторых, они хотят сделать так, чтобы добавлять события было гораздо легче, и чтобы они добавляли их гораздо чаще. Поэтому, ребята, ждем вместе с вами от разработчиков этого события. Я очень надеюсь, что очень все будет хорошо. Однако, это не все. Я хотел бы вам рассказать еще про дату выхода обновления, и оно устрашает. Ведь у нас сейчас сегодня, вот, кто смотрит это видео, сейчас идет среда, потом будет четверг, а потом пятница. То есть у нас уже три дня пройдет, как бы не будет там новой. Но разработчики хотят выпустить его в субботу. Ребят, я просто в шоке. То есть через три дня мы сможем уже повидать это обновление, повидать наши события и всю рейтезреть. Однако, разработчики хотят выпустить в субботу, но так как очень массивное обновление, они хотят, получается, что сделать? Они могут выпустить либо в воскресенье, либо в понедельник. Однако, ребят, надеюсь, что они выпустят реально в субботу. Но на этом не все, потому что ученый магнит туалет, ребята, добавит, да, нового туалета с магнитными, магнитами, короче, вот так вот. И у него будет основная функция, о которой Талантрик не сказал, но он сказал, что эта функция поменяет вообще весь ход Endless Mode, и это будет очень мне интересно посмотреть на это, как оно может сломать прям что-то в Endless Mode. Ну, в общем, очень интересно реально лицезреть. Однако, давайте я быстренько, кратко расскажу про юнитов, которые будут в новом событии, а именно Человек с Будильником или Клокмен. Ребята, смотрите, он перед вашими глазами также Человек с Часами, он более массивный, это уже более лучшая редкость. Если тот был, наверное, Анкомонкой, то этот уже Рарка, и это очень хорошо. Однако, ребята, на этом заканчивается. Дальше Талантрик не хотел показывать юнитов именно из события, именно из кейса, и поэтому, ребята, вот, к сожалению, вот так. Но он сказал то, что будет улучшенный Титан Клокмен. То есть, у нас есть, как минимум, Титан Клокмен, которые просто Клокмен, типа, давайте напишем его сюда. Клокмен у нас есть, Титан Клокмен. А он добавит обэгрейды Титан Клокмен. Я не знаю, честно, какая редкость будет, но, однако, я подозреваю то, что это будет Годли юнит, или же ультимейт. Но, ребята, если вы скажете, да нет, этот ультимейта не будет, да Годли не будет, ребята, Талантрик, цитирую, сказал, то, что в этом обновлении будет добавлено новое Годли и один ультимейт юнит. Я просто в шоке был с этих слов, потому что он решил добавить все же ультимейт юнитов. Как вы знаете, у нас только один ультимейт юнит, и это у нас апгрейды Титан Дрильмен, у которых уже более тысячи экзистов. И я просто в шоке, как их добивают, добывают и получают. Но, в общем, не суть. Суть в том, что, возможно, он будет ультимейтом, а, возможно, Годли. Но, Годли будет тоже 100% добавлен. Это тоже я вам рассказал. Однако, ребята, И, то есть, вы сейчас в шоке, да, наверное, с этой информацией, которую я вам рассказал, то, что, ну, там, Новый Годли, там, вот этот, Грэйд Титан Спикермен какой-то добавили, события с часами и тому подобное. Ребята, это первая часть обновления. То есть, и разработчики сделают еще вторую часть, где будет добавлен еще один Годли. И это будет максимально отлично, потому что, ребята, очень так часто Годли, наверное, ну, не добавляли разработчики никогда. И, в общем, мне было бы интересно реально на это все посмотреть. Однако, ребят, дальше мы идем дальше. Будет, получается, Глоквумен, женщина с часами. Вот, вы посмотрите на нее, если честно, это просто какая-то, наверное, из пасса будет у нас. То есть, из батл пасса у нас будет получаться этот юнит из ивентовского события. И, что я хочу сказать, то, что она увеличивает скорость атаки рядом с другими юнитами и замораживает туалетов. То есть, она, как, выполняет роль диджей-мена. Или, как у нее, какой-то там есть, по-моему, диджей, вот диджей-спикермен. Нет, это дамаг-буст делает. А вот именно вот какой-то анонксер. Или как там его пишется? Честно говоря, не помню. По-моему, здесь надо полистать и посмотреть. Вот, анонсинг-камерамен дает кулдаун-буст. То есть, и то же самое будет женщина с часами делать. Однако, она будет еще и стрелять по юнитам. Это очень хорошо. В общем, ребята, дальше будет добавлен новый режим для событий. Я просто в шоке, ребят. Но это, естественно, будет логично, что они добавят новый режим. Но я просто реально в шоке. То есть, будет либо здесь ставить режим новый, либо здесь ставить новый режим. И мы будем получать особую валюту для ивента. И это просто замечательно, ребят. А также, они хотят добавить новые функции для партнеров. То есть, чтобы они не только могли подписывать юнитов, но и, например, что-то еще делать. Например, ну, я не знаю, честно говоря, что можно сделать. Например, летать они могут. Например, там, троллить. Какие-то троллиные команды будут. Как будто бы, типа, можно тут кильнуть человека. Типа, вот так сделать. Только он прописывает эту команду, и другой человек, например, так умрет. А еще я надеюсь, что добавят стойки в трейдинг-плазе. Я не говорю, что это 100% информация, но я бы хотел, честно говоря, чтобы у нас были стойки в трейдинг-плазе. И такая была система, как в скипе дикта вор-дефенсии. А именно то, что ты просто берешь, ставишь на стойку юнита, и тебе люди могут предложить офферы. То есть, могут нажать на клопочку своего юнита, и вот у них откроется юнита, и они могут предлагать юнитов. И это было бы гораздо, ребята, удобнее. То есть, реально удобно так трейдиться было бы. Однако, я понимаю одну проблему. Одна из них это то, что карта трейдинг-плаза слишком маленькая для такого. У нас уже и так есть, то есть, маркетплейс, который существует, однако хотелось бы и стойки тоже иметь. В общем, ребята, если ты надеешься, что дуп-дюпа не было больше, потому что реально надоели уже дюперы, которые дюпят кристаллы, и тем не менее обесценивают экономику, то, ребята, ставьте лайки. В принципе, ребята, спасибо, что вы посмотрели данное видео. Оно было очень, надеюсь, вам интересным. Надеюсь, естественно, если оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, жмякайте колокольчик, ну и спасибо за просмотр. Всем пока-пока.